Ребята, сегодня мы готовим с вами гранат. Для этого нам нужна эпоксидная смола, 550 грамм, сахарочек, блесточки и сделаем вкусненький с вами срезик граната. Так, смотрите, первое дело, мы очищаем наш подносик, очищаем наш молдик. У меня сегодня кулинарное настроение, как видите. Я малярным скотчем очищаю, не царапаем ногтем, аккуратно, потому что силиконовые молды, они как и смола, да как и все в жизни, любят внимание, заботу и нежное обращение. Так что мы аккуратненько пропитываем. И сегодня я буду резать и издеваться над силиконовым ковриком, который мне подарила арт-деко. Я сейчас, в принципе, сейчас столько много урока, вы можете самостоятельно сделать силиконовый коврик. Я видела массу отработок у нас на весеннем интенсиве по силиконовому коврику, и это просто офигенно выглядит. Так, теперь очистили, беру латекс, у меня вот кусочки силиконового коврика есть, и я приклеиваю латексом. И я еще хочу сделать цветок в такой технике, так что скоро подождите, будет очень много интересного. Так, смазываю кусочек латексом и приклеиваю, ну, в желаемое свое место, приклеили, лишний латекс можно убрать, все, оставили. И вот здесь кусочки у меня есть, и их тоже приклею. Пока будем мешать смолу, латекс сделает свое дело и приклеит нам наши кусочки. Еще, если у вас нет силиконового коврика, и вы не хотите делать его, я вас прекрасно понимаю, я до сих пор не дошла до силикона, и как-то меня он еще пока не вдохновил. Даже желание обладать силиконовым ковриком у меня тоже не появилось, потому что мне его подарили, и делать я его не хочу. Но все это можно заменить с помощью силиконовой пасты iGAM, побрызгать восковым разделителем силиконовой пастой iGAM, сделать тоненькую подложку, найти любой кристалл, который вам нравится, отпечатать его, и у вас получится такой же кристаллический коврик, как вот я сейчас сделала. Так, теперь нам нужно две смолы, средняя ArtPro от ResinPro, если что промокод на скидку, и жидкая. Жидку я оставляю, чтобы она нам не мешала и мы не путались, мы ее не будем окрашивать, мы ею будем только расталкивать, а окрашивать мы будем средней смолой. Работайте в пластиковых прозрачных стаканчиках, чтобы вы видели, насколько хорошо все вы перемешали, что у вас все четкие частички, все ровно, нет никаких перламутровых прожилок, никаких соплюшечек. Пожалуйста, перемешиваем внимательно. Теперь разделяем. Смотрите, ребят, у меня достаточно большой молд. У меня замешано вот средней смолы 250 грамм и жидкой смолы 350 грамм. Можно жидкую, все зависит от того, насколько какой у вас большой молд или маленький, жидкую можно уменьшать, если у вас меньше молд, то есть делать больше средней. Я сейчас разделяю на три стаканчика, вот три стаканчика цвета и оставила на первый круг прозрачный. Самый большой первый круг, ну то есть второй цветной, первый цветной, второй по нанесению. Это будет у меня черный. Я его делаю два, три. Три капли витражного пигмента черного. Сейчас перемешаю. Он должен быть витражный, ребят, поэтому будьте внимательны. Можно четыре сделать, не совсем такой насыщенный черный получился. И хорошенько тоже перемешиваем. Пигменты очень капризные бывают и могут такой сюрприз неприятный преподнести. Что картина будет сочиться и портить вам все настроение. Проверяйте. Смотрите, видите, я не зря вот так смахиваю на стеночку, проверяю, насколько цвет. И еще одна капля. И теперь перемешиваем внимательно. Есть. Черный готов. Теперь вкусный винный. Смотрите, на кончике шпателя я добавляю малиновый. Винный может быть плотный. Добавила малиновый. Теперь у меня есть винный красный. Вот его добавлю. Раз, два, три, четыре. Сейчас посмотрю, какой у нас цвет получился. Сначала я хотела сделать более бежевую работу, потому что у меня много ярких, а вот именно нейтрально-бежевых нет. Но бежевую я сделаю с цветком, я думаю. Этот цвет должен быть у вас сочный, должен быть у вас насыщенный, так как он будет поглощаться черным. И вы всегда должны понимать, что ваш цвет будет проходить через белый и через черный. Гранатово-винный готов. Есть. Вкуснючка. Вкуснючка. И теперь белый. Белый, вы можете уже сто пятьсот раз слышать, белый должен быть плотный. Плотный, насыщенный. Вот я капаю. Так, сейчас другой пигмент этот, что-то не капается. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь, девять. Двадцать. Двадцать капель. Вот. Пожалуйста, запоминаем. Беленький, очень плотный. Здесь можно еще сделать слой перламутровый, но перламутровый должен тоже быть витражный. Но я перламутр не хочу. Здесь достаточно вот беленького будет. Итак. Еще раз очистим. Молдик. Есть. Теперь, ребят, берем нашу прозрачную смолу. Все со стороны уберите, чтобы вам ничего нигде не мешало. И наносим наш прозрачный слой первым кругом. Вот в этот первый круг мы будем все с вами проливать. Причем у меня на Boosty и Patreon есть этот урок в оранжевом цвете. И знаете, все хорошее, забытое, старое надо повторять. Потому что я вспомнила его сегодня утром, думаю, такой классный эффект, почему я еще не сделала. Вот как раз я хочу цветок сделать в этой технике, только в послойной заливке. Сначала цветок, а потом сервировочную заливку. Так, есть. И еще, ребят, момент. Когда вы делаете с использованием коврика кристаллического, да, вы должны предполагать, что у вас толщина молда все-таки позволяет положить на дно коврика, потом еще и заливать цвета. Теперь второй слой, витражно-черный. Проливаем все четко по прозрачному. Не выбегайте за края, потому что у вас будет клякса. Льем четко по нашему прозрачному слою. Так, вот кристаллические коврики это помехой становятся. Видите, как расходятся, а там нет. Но ничего, мы сейчас прозрачное дольем, и я думаю, все исправится. Теперь винный цвет. Все круг в круг, ребят. Есть. И теперь беленький также круг, но тоненько не плюхайте. И сразу приготовьте прозрачную смолу, чтобы вы могли серединку сделать быстренько, потому что будет сходиться очень быстро ваш эффект. Тоненько. Не спешим, не попадаем на места плюшистые, где у нас от коврика нашего. Есть. И теперь расталкиваем все прозрачной смолушкой. Убедитесь тоже, что она смешана все хорошо. И в серединку льем прозрачную смолу. Смотрите на ваш молд. Смотрите на расстояние вашего молда. Позволяет он вам полный объем пролить. Не вытечет ли он. Так. Есть. И теперь я хочу аккуратно. Это можно сделать в стаканчик, ребят. Аккуратно в стаканчике фольгу разорвать. И распределить по вашему молдику. Но мне хочется вот так. И побольше золотишка. Теперь хочу красных. Естественно. Серединка. Это тоже очень важно, ребят. Не игнорируйте ее серединка. Это, я не знаю, по мне, это вообще 80% успеха вашей работы. Черные. Черные. Все. И запекаться. Ты хотела сказать 24 часа? 8 часов. Ждем результат. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...